13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Буквально ежедневно городские власти дают нам поводы для обсуждения и комментариев. Вот, например, директор ДДХ, дирекция дорожного хозяйства Альберт Гутнов рассказал, что в Кирове, в нашем эфире рассказал, что в Кирове будет реализована новая схема дорожного движения и общественного транспорта. Она должна изменить оперативную обстановку на дорогах и скорость движения автомобилей. Ну и отношение горожан к правилам парковки. Слышали об этом? Да, об этом слышал. Мнение тоже читал. На мой взгляд, очень правильный ход, потому что... Своевременные решения? Ну, я бы сказал, немножко с запозданием, потому что ситуация на городских улицах поменялась довольно-таки давно. Транспорта становится всё больше, поэтому какие-то решения уже пора было принять. И раньше, но раз это происходит сейчас, хотя бы сейчас с опозданием, но я думаю, решение будет правильным. Самые проблемные зоны, на Ваш взгляд, где у нас на дорогах или в транспортной системе? Потому что это всеобъемлющая история. Он говорил, что это не только перенаправление потоков машин, это и парковочные пространства, и вот общественный транспорт. Ну, самые проблемные места, я считаю, у нас это всё-таки центр города, наверное, да, и вот эти вот дорожные сети, которые соединяют отдалённые районы от центра города, то есть это вот район, там, между Вилейкой и центром, там, между, допустим, это же направление, там, Кирово-Чепестного, Авиатск, направление, вот, допустим, из чистых прудов тоже там нужно решать, конечно, проблему выезда и въезда. Это везде есть бутылочные горла, либо это какие-то старые узкие мосты через железнодорожные пути, либо, опять же, разрастающийся микрорайон, который выезжает на узкую старую улицу, да, то есть везде для того, чтобы добраться до центра, нужно огромному потоку машин с окраин преодолеть узкие такие, да, вот эти бутылочные горла, чтобы всем вместиться в центр зачем-то. Да, ну и прежде всего, наверное, нужно каким-то образом ограничивать движение транспорта именно по направлению центра, я думаю, оптимальным решением здесь было бы ограничение по машин по экологическому классу для въезда в центр, потому что, ну, экологическая ситуация напряженная, она все время ухудшается из-за разрастания автопарка городского, вот поэтому я считаю, что вот именно таким способом нужно решать эту проблему. Это что значит, что машины новые смогут въезжать в центр, а машины, когда их достаточно старые, у которых, собственно говоря, весь набор тех, там, весь набор частей, которые заполняют старые, они ниже к экологическим классам, они не смогут. Как это будет распределяться, как мы определяем экологический-то класс? Ну, экологический класс определяется по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу, и у каждого автомобиля этот класс прописан в документах, вот, и я думаю, можно настроить, в принципе, это и автоматическим путем, то есть не ставить никаких там преград, барьеров, а просто путем слежения через видеокамеры эту проблему решить. Тогда все наши пазики, которые сейчас работают в общественном транспорте, сразу же не смогут въехать в центр города. Нет, ну тут речь идет, конечно, о личных автомобилях, больше всего, а не общественном транспорте. А вот то, что вы говорите о автобусах, конечно, парк сейчас устарел и требует обновления. И обновления это должно быть не покупкой каких-то старых моделей, которые поезжены, а именно это должны быть новые машины, которые будут соответствовать как раз и высоким экологическим классам. Я не знаю, вот эти МАЗы, которые заказали на сентябрь месяц, они какого экологического класса не интересовали? Если честно, я тоже не знаю, это нужно смотреть в документах. Вот смотрите, когда мы делали программу по общественному транспорту, на которой как раз Альберт Гутнов, директор ДДХ, присутствовал, мы связывались с Москвой, с ведомством Лексутова, которые прошли этот этап с Казанью, с другими регионами. Они нам все говорили, специалисты вот этих дорожного хозяйства говорили, что город прежде всего должен определиться, расставить по приоритетам, по вот этим вот лесенкам, кто в городе главный. Москва определилась, у них на первом месте общественный транспорт, далее пешеходы, далее велосипедисты, далее по нисходящей личный движущийся транспорт и далее личный припаркованный транспорт. Когда мы проводили опрос среди наших слушателей, полтысячи человек проголосовало, они сказали, что в Кирове сейчас на первом месте личный транспорт и тот и другой, дальше уже только общественный, дальше уже только пешеходы, но про велики вообще, конечно, никто не думает. Вы считаете, а, кстати говоря, а на Западе там ситуация уже совсем другая, там на первом месте пешеход, потом велосипеды, потом общественный транспорт. Просто Москва поясняла, что мы еще до этого не доросли, давайте сначала общественный транспорт. И в Москве развита большая транспортная система Москвы, в которую все входит. Троллейбусы, трамваи, метро, речные там всякие, вот это вот все-все-все туда. Как в городе Кирове, на Ваш взгляд, необходимо расставить приоритеты? На мой взгляд, вот коллеги наши из Москвы выбрали все-таки верный путь на данном этапе развития нашей инфраструктуры. И мы должны последовать их примеру. То есть на первом месте должен быть общественный транспорт, потом пешеходы, велосипедисты, ну и так далее. Потому что если мы будем вводить какие-то ограничения для личных автомобилей, соответственно, нам нужно развивать систему городского транспорта. И на этом должен быть упор. Но тут тоже надо понимать, что возможности по предоставлению приоритетов движения в наших городских условиях для общественного транспорта будет создать проблематично. Потому что выделенные полосы, это могут себе позволить только большие города, в которых широкая проезжая часть для того, чтобы именно эту выделенную полосу под общественным транспортом предоставить. Но они одновременно со строительством и ремонтом дорог это делали, учитывали уже этот приоритет. А у нас сейчас идет масштабный ремонт дорог и будет их переустройство. А приоритеты до сих пор не определены. Возможно, если бы их определили, то нашлось бы место и выделенкам. Возможно, возможно. Ну, для этого нужно, я думаю, волевое решение того-то из организма. То есть определиться уже пора. Городу нужно сказать, кто в приоритете. Ну, вот смотрите, вице-спикер областного законодательного собрания, ваш коллега Роман Цитов, он комментировал вот это заявление, которое здесь у нас было озвучено. И он сказал, что буквально следующее, что не нужно вынуждать кировчан отказываться от автомобилей. Он сказал, что на общественный транспорт пересаживать и ходить пешком вынуждать кировчан неправильно. У них должен быть выбор и парковки городу нужны для личных автомобилей тоже. Да, потому что вот про парковочное пространство мы отдельно говорили, что под личные автомобили очень много походит парковочное пространство в центре. Вы с ним согласны, скорее? Или все-таки невозможно по-другому? Необходимо принуждать, необходимо принимать такое решение? Вот, например, Казань говорила, когда они организовывали казанский паркинг, очень много платных парковок в Казани. Они сказали, что заранее должны быть платные парковки, и цена должна быть заранее неудобной, чтобы люди не ездили на личном транспорте и пересаживались. Ну, это один из выходов решения проблемы, чтобы действительно люди больше пользовались общественным транспортом. И, в принципе, большие города все идут по этому пути, то есть во всех крупных городах, и сейчас начинается и в России, и за рубежом, такая практика имеется. То есть мы никуда не денемся. Все равно люди хотят, не хотят, если будет принято решение, будут пересаживаться и вынуждены будут пересаживаться. Потому что многие, допустим, люди не захотят платить за парковку, соответственно, будут пользоваться какими-то другими видами транспорта, в том числе и общественным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что и пассажиропоток может увеличиться. Ну и, соответственно, тоже нужно сделать это все доступным и удобным для людей. Соответственно, нужно делать удобные остановки, которые будут сообщать, какой автобус когда подойдет. Ну и которые должны, так скажем, в непогоду защитить наших жителей в момент, когда они ждут того или иного маршрута. Было бы куда пересаживаться, что называется, с личного транспорта на общественный. Ну вот раз уж мы затронули тему парковок, а именно этой теме была посвящена наша программа «Урбан», где присутствовал Гудно. Как вы думаете, чтобы люди не парковались, где попало и как попало, как было сказано у нас, да? Что нужно сделать, что решит эту проблему парковок? Штраф, дополнительные парковочные карманы, ограничение въезда личного транспорта, платные вот парковки, развитие инфраструктуры микрорайонок, чтобы люди не ездили сюда в кино, а ходили там у себя дома. Да, вот что будет более действенным? Я думаю, более действенным будет, когда в комплексе будут применены все вот эти меры, которые вы говорили, то есть и созданные дополнительные парковочные места и в центре города, и в микрорайонах отдельных. Вот, и платные парковки, в том числе, я считаю, нужны нашему городу, для того, чтобы как раз люди пересаживались на общественный транспорт. Вот, поэтому решение этой проблемы... Нельзя выбрать что-то. Да, нельзя выбрать что-то одно в приоритете, решение должно быть комплексным. Прервемся на полминуты, и у меня такой вопрос. Мы потянем вообще все это? Мы не можем решить одну проблему с одной чахлой какой-нибудь остановкой, чтобы убрать лужу? А тут нужно перелопатить всю дорожную систему. Через полминуты попрошу вас ответить. Своё особое мнение высказывает сегодня у нас в эфире депутат законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. У микрофона работает Светлана Занько. Итак, вот это транспортная система, и вы говорите, что нужно одновременно делать всё. И там думать о том, что полностью должны измениться парки, насколько я понимаю, общественного транспорта. И остановки сделаны, причём умными сделаны, чтобы ещё и зимой можно было укрыться. И платные парковки, и ограничения въезда по экологическому индексу транспорта, и въезды-выезды, и узкие горла, и, значит, это развязки потянет за собой. Город Киров десятилетиями не мог решить даже проблему луж у автобусных остановок. А здесь вот такую огромную систему перелопатить. Вы думаете, мы это потянем? Ну, если к этому вопросу подойти с умом, да, распределить это всё, допустим, не всё сразу начинать, а какими-то частями определить приоритеты, то я думаю, если подготовиться с умом, то всё это сделать можно. Что здесь главное? Наличие денег или компетенции у чиновников, которые этим занимаются? Ну, во-первых, наверное, всё-таки... И проектировщиков. Или грамотно выбрать проектировочный, там, какой-нибудь, не знаю, институт, кто это делает? Ну, во-первых, должно быть, во-первых, желание всё это сделать. Политическая воля. Да, политическая воля. Во-вторых, конечно, компетенции много решают в этом вопросе. Ну, и, соответственно, денежный вопрос тоже не на втором месте, но надо также понимать, что у нас скоро городу нашему будет 650 лет, и к этой дате нам будет выделено очень много средств, которые нужно будет как раз с умом потратить. В таком случае на первое место выходит именно человеческий фактор, компетенции конкретных людей и политическая воля. А вы её видите, эту политическую волю руководства города? Ну, раз вопросы эти поднимаются на очень высоком уровне, я думаю, что она присутствует, имеет место быть. Ну, и ещё один вопрос тоже с этого эфира. Программа «Урбан» на прошлой неделе у нас вышла. Я к ней как раз отсылаю всю эту часть особого мнения. Для тех, кого заинтересовала программа, вы можете её послушать на сайте эхакирова.ру. Это «Урбан» от «Среды прошлой». Там говорили ещё о создании муниципальной службы эвакуаторов. Об этом говорил и Альберт Гутнов, директор ДДХ, и присутствующие на эфире наши гости. Как вы относитесь к этой идее создания муниципальной службы? И службы её, кстати говоря, планируют уже к зиме организовать. Я отношусь положительно к такой идее, потому что вот все машины, которые сейчас, ну там, автомобилисты, которые оставляют свои машины в неположенных местах, остаются безнаказанными. И поэтому продолжают это делать. То есть у нас, ну, надо понимать, что должна быть не только служба эвакуации, должны быть ещё автомобили, так называемые парконы, которые будут ездить, и выписывать штрафы всем нерадивым автомобилистам, которые оставили автомобили свои в неположенных местах. То есть эту проблему надо в комплексе решать, то есть путём штрафов и путём эвакуации. И тогда, возможно, люди у нас станут более культурными и станут парковаться по правилам дорожного движения. Нам было сказано, что уже сейчас в Кирове существует порядка 7-8 частных служб-эвакуаторов. Я только не поняла, у них по одному автомобилю, что ли? Я не вижу такого огромного количества эвакуаторов, как Казань, например. Они там зелёненькие, прям рассекают по всем улицам. Зачем создавать ещё муниципальные? Ну, видимо, частные службы не вполне устраивают и не могут обеспечить того объёма именно спецавтомобилей, которые смогут вывезти весь транспорт с города. Ну и, наверное, так скажем, бизнес это довольно прибыльный, раз он находится в частных паках. Главное, чтобы муниципальная служба тоже управлялась с умом и чтобы польза была и городу, и эта муниципальная служба сама себя обеспечивала и ещё прибыль приносила городской бюджет. А не как у нас в разные мупы? Не как обычно, да, у нас мупы получаются убыточными и ещё... Коррупционная составляющая там большая сейчас находят её в прокуратуре, буквально каждый муп трясут. Ну, я считаю, это правильно, нужно наводить порядок. во всех этих структурах. Вот, ну, надеюсь, что новая эта служба будет избавлена от таких пороков. Вас когда-нибудь эвакуировали ваш автомобиль? Так, в Кирове, да, да. Один раз меня эвакуировали, приехал я на совещание, сюда меня приклеили. В центре как раз, в серый дом. В центре как раз, да, вокруг меня было свободных мест, вот, поставил под знаком. И потом пришлось забирать машину со штрафстоянки. Ну, кстати говоря, вот театральная площадь, где мы находимся, где постоянно невозможно припарковаться, и большое количество транспорта, действительно разные совещания, и к нам на эфиры приезжает негде припарковаться. Это было то самое место, где предлагалось в первую очередь подумать о системе платных парковок. В частности, и для того, чтобы чиновники перестали ездить на частных автомобилях на работу. Ну, с себя бы начали. Как к этой идее относитесь? К идее, ну... Вот вы бы приехали на совещание, и была бы платная парковка. Совещание у вас час-полтора. Ну, в принципе, нормально отношусь. Отношусь нормально. Но надо понимать, что, допустим, эти же работники, которые администрации, которые на личном транспорте, нужно понимать, что для них какие-то либо выделенные места должны быть, либо какие-то льготы. Потому что платить каждый день, приходя на работу... Ну, общественный транспорт, пожалуйста, пересаживайтесь, конечно. Общественный транспорт, ну, тоже как идея, но... Первыми будьте в этом. Тут у нас еще рядом с областной администрацией установлены знаки «Движение запрещено». И раньше, я помню, когда только получил права, за этим очень четко следили наши доблестные сотрудники ГАИ. У нас здесь был один героический абсолютно ГАИшник, которого мы все знали. Вот он следил очень четко. Он очень четко следил, да, и лишние автомобили сюда не пропускал. То есть, если вы тут работаете или живете, пожалуйста, приезжайте, оставляйте свои машины. А если вы тут не работаете и не живете, то, извините, делать на личном автомобиле вам тут нечего. Вот сейчас, к сожалению, это не исполняется, поэтому такие ситуации возникают. Что говорит о том, что... Опять человеческие факты. Да, человеческие факты. В данном случае уже сотрудники ГИБДД. Власть в лице Ирины Рубцовой, которая возглавляет городскую архитектуру, тут предложили на днях, буквально тоже на прошлой неделе, предложили горожанам направлять свои идеи по генплану города. Обсуждается генплан города, были общественные слушания. Мы знаем, что будет заказан и уже выбран подрядчик, кто будет разрабатывать этот генплан. Это будет Новосибирский институт. Значит, деньги к юбилею города, о которых вы уже заговорили, тоже назывались. Порядка 100 миллиардов рублей по разным программам могут прийти. Горожане начали предлагать уже свои идеи, что прежде всего нужно в генплане учесть. Например, одна из ярких таких идей, которая была на этих общественных слушаниях озвучена, это избавить побережье Вятки в черте города от промзон. Их у нас там много. Понятно, почему они в свое время строились, потому что Вятка была судоходной и активно использовался этот транспорт. И мы видим здесь в городе улица Заводская и вот это Северное кольцо, все промзона, прекрасный склон такой с видом на Вятку. У нас видим в Нововятском районе и, пожалуйста, Вересники. Это практически тоже промзона с жилыми бараками. Вот как вам эта идея? Вот сейчас конкретно эту идею обсуждаем по судьбе промзон в черте города. Ну, идея неплохая, но для ее реализации нужно выделить какие-то участки земли, допустим, не в черте города, а на выездах из города. Для переноса производства? Для переноса производства, да. И обеспечить эти промзоны всем необходимым. То есть туда должны привезти инфраструктуру, газ, электричество, сделать дороги и, пожалуйста, переезжайте. Вот, тогда реализация этого проекта возможна. Но для этого, соответственно, нужно найти подходящий для этого участок. Да, но в этих промзонах у нас производства практически не осталось. Очень мало этого производства. Чего там только нет. Там есть мойки, гаражи, я не знаю, какие-то. Начали появляться, кстати, такими инклюзиями рестораны и клубы ночные в промзонах, популярные у молодежи, да. То есть сама культурная жизнь стала захватывать вот эти промзоны. Это, наверное, подталкивает, я не знаю, как вы думаете, власти, чтобы подумать об этом или нет? Или это процесс пока никак властями неуправляемый? Ну, пока неуправляемый. Там, как я понимаю, все находится в частных руках. Все распродано. Да, земли и участки не востребованы для производства. Соответственно, они находят других хозяев, которые находят этим землем и помещением другое применение. Ну, окей, вот представьте это Северное кольцо. Вы, конечно, там не раз были. Вы считаете, что там нужно оставить все как есть или нужно вложиться действительно и превратить это в жилую или культурную, или как в Москве, там какой-то флакон, такую вот зону? ЗИЛ, вспомните, микрорайон в Москве. Мы же мечтаем теперь по-крупному. Нет, конечно, было бы лучше, если бы вот именно та часть города перестала быть такой полузаброшенной, там, которых когда-то были производства, сейчас нет. Я думаю, земли эти нужно передать для тех инвесторов, которые предложат очень хорошее, сделают хорошее предложение для города и создают там и, может быть, жилую какую-то инфраструктуру, чтобы это была не просто жилая застройка, а именно современный микрорайон со всеми удобствами, чтобы жителям этого микрорайона не потребовалось, допустим, выезжать для каких-то действий в этот же центр города. Если там на берегу Вятки сделают современный микрорайон со всей инфраструктурой, что оттуда выезжать? Красивее места не будет просто в этом городе. А сами бы вы, вот сейчас мы прорвемся на перерыв, я дам вам полторы минуты как раз за рекламу подумать, сами бы вы какие глобальные там проекты для города вот предложили, чтобы их учли в новом генплане. Через полторы минуты Фёдор Сураев. Это программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает депутат областного законодательного собрания Фёдор Сураев. В микрофон работает Светлана Занькова. Мы заговорили о том, что власти лице Ирины Рубцовой, которая возглавляет городскую архитектуру, предложили горожанам направлять свои идеи по генплану города, который будет заново разрабатываться. Уже подрядчик нашли, подрядчика нашли, разыграли конкурс. Серьезные какие-то идеи, которые могли бы быть учтены в генплане, потому что, опять же, мы напоминаем, что приближается юбилей города 650-летия, что деньги туда будут вкладываться, и все ждут каких-то серьезных, уже начали говорить о том, что мы ожидаем глобальных и серьезных перемен в городе. Илья Вячеславович Шульгин постоянно говорит о том, что мы должны превратиться в современный мегаполис, а не плестись в конце городов российских. Есть очень много скепсиса, конечно, по этому поводу, но вы уже, Фёдор, отметили, что была бы политическая воля, и грамотное руководство, и компетентные сотрудники, все можно сделать. Так вот, вы бы лично, какую бы свою идею направили для генплана города? Для генплана города? Ну, я вот считаю, что нам как раз-таки не хватает современных жилых микрорайонов, в которых присутствует сеанс форхиструктура, и, возможно, какие-то физкультурно-оздоровительные объекты. То есть для того, чтобы у населения была возможность заниматься спортом, а не ерунда. Что такое, какие-то спортивные инфраструктурные объекты? Какие конкретно? Вот скоро у нас легкоатлетический манеж будет открыт. Мало? Отлично, что он будет открыт. Я думаю, что... Как вы себе представляете все-таки эту спортивную инфраструктуру города? Где она должна размещаться? Какая? Ну, в принципе, она должна быть в каждом микрорайоне, я считаю. В каждом микрорайоне должно быть какой-то центр спортивно-физкультурного притяжения, чтобы люди в этом микрорайоне могли заниматься спортом и физкультурой. Может быть, даже и не профессиональным спортом, а именно физкультурой. Потому что спорт – это такое, так скажем, узконаправленное... Для ограниченного количества. Да, физкультурные объекты, они могут быть для массового притяжения людей. Ну, вот все-таки вот эта история. В каждом микрорайоне что? Легкоатлетический манеж? Или должен быть обязательно бассейн? Или какое-то количество спортзалов типа фитнес-центров? Или должна город весь пересекать все-таки сеть беговых и велодорожек, чтобы можно было на улице спортом заниматься и ходить там с палками? Как вы себе это представляете? Ну, я представляю... Потому что, знаете, откроют маленький какой-нибудь фитнес-центр и скажут, вот вам, пожалуйста, центр притяжения спортивно. Занимайтесь. Ну, я считаю, что все-таки, во-первых, и для пешеходов должна быть устроена среда городская. Очень удобная. И для велосипедистов в том числе. Надо понимать, что большую часть года у нас все-таки зима, да, и на велосипедах особо не поездишь. Поэтому, наверное, все-таки приоритет должен быть отдан именно пешеходам. Пешеходам, а велосипедисты это уже как-то на втором месте. То, что вы говорите о разных микрорайонах, я считаю, что не обязательно там в каждом микрорайоне должен быть манеж, или в каждом бассейне. Что-то одно из этого. То есть, либо бассейн, либо манеж, либо там, не знаю, какой-то там, там, теннисный корот, либо, ну, что-нибудь одно. Чтобы люди могли в свободное там время свое... А за другим они поедут в другой микрорайон, если мы будем по одному только теннисному корту отрывать. Нет, ну, как бы, в одном месте все, все равно не понастроить. Хотя бы так. Ладно, сказать, я вот, например, когда, простите, жила в Канаде почти 30 лет назад, там вот как раз в каждом там микрорайончике, в каждом маленьком городке были вот такие комплексы, в котором было все. Бассейн, качалка, помещение для сквоша, волейбол и так далее. Это не были гигантские какие-то здания, но это было очень хорошо все зонировано и функционально. И весь город в нем занимался. Но, кроме всего прочего, конечно, чего уж говорить, пешеходная и велосипедная параллельная инфраструктура, вот что преображалось, когда городскую, собственно, систему движения делали дорожную. Это, наверное, самое главное, потому что если бы мы, наверное, ходили пешком и передвигались на великах тех же, например, на велосипеды садятся уже в мае месяце, нынче август уже 4 месяца езды, простите, да, для тех, кто говорит, что у нас совсем там северный город и еще как-то так. Да, ну хорошо, спортивная инфраструктура, чтобы не занимались ерундой, как бы сказали, занимались бы спортом. Отлично, отлично, посмотрим, будет ли это учтено в нашем генеральном плане новом. Это особое мнение, свое особое мнение сегодня высказывает Федор Сураев. Вот пока мы обсуждаем с вами мечтаем о городе, да, таком замечательном, где всем есть место, и мы занимаемся не ерундой, а работой, спортом и отдыхом, так вот, наш сети-менеджер Илья Шульгин разносит управляющие компании и САХ за горы мусора у контейнерных площадок. В чем, на ваш взгляд, корень зла, вот на который день уже обсуждаем эту проблему, и до вашего прихода, в дневном развороте, здесь как раз представители САХа и активисты были и там свои версии высказывали. Вы что думаете? Во-первых, видите ли вы эти кучи мусора? Ну, периодически они возникают в тех или иных местах, и на это, конечно, очень грустно смотреть. Корень зла, я считаю, что все-таки работа должна вестись периодично, то есть периодично-постоянно, чтобы, может быть, сократились сроки вывоза этого мусора, потому что эти горы мусора, они разрастаются очень быстро, чтобы подрядчики обратили внимание на именно периодичность. Подрядчики говорят, ну, слушайте, у нас какие есть договоры, за эти деньги мы его возим. САХ говорит то же самое, сколько платят, столько повезем. Не платите, убираем контейнеры, не платите, не будем вывозить. Есть логика в этой истории. Управляшки говорят, ну, вот народ плохо деньги задает. Кто-то говорит, что, вот, как, опять же, уже упомянутый Роман Титов, что управляющие компании нецелево расходуют деньги, то есть вместо того, чтобы платить за вывоз, они на что-то другое расходуют. Понятное дело, что нужно вовремя вывозить, вывозить почаще, поставить контейнер, ну, кучи-то растут и растут. Ну, конечно, тут нужен вопрос к управляющим компаниям, прежде всего, да, каким образом они расходуют свои средства и на что в первую очередь направляют, и тоже определить какие-то приоритеты в расходовании этих средств, ну, и, соответственно, проводить работу по взысканию задолженности с нерадивых жителей, которые не хотят платить там за коммунальные услуги. Вот вы радеете за экологию. Вы понимаете, что мы находимся в самом старте мусорной реформы глобальной, да, и мы постоянно видим, там, Москва всегда у нас, там, впереди планеты всей. Она уже несколько лет назад приступила к тому, что в офисных центрах, в аэропортах стали размещать контейнеры для раздельного сбора мусора. Сейчас уже следует заявление о больших траншах на строительство мусоросортировочных и перерабатывающих заводов. У нас тишина. У нас тишина, конечно, это печально. Или это никак не влияет на кучу мусора в городе? У нас тишина, не знаю, по каким причинам, но вот слышал я о таких разработках, которые ведутся вот сейчас в Сколково, и что сортировка мусора вполне может и не пригодиться. То есть, есть такие сейчас технологии разрабатываются, для которых сортировка будет не нужна. То есть, весь мусор будет, там, перерабатываться, и, там, какие-то бактерии, какие-то газы, вот, и потом уже из этого будет какое-то химическое производство. Компост. Как в Америке? Ну, технологию я точно не знаю, это вот все в разработках, но вот идея такая, что не нужно будет ничего сортировать, просто привезти, сдать, и все. А там уже дело технологии, как говорится. Вот, поэтому я очень надеюсь, что эти разработки достигнут своего апогея, так сказать, и будут внедряться у нас, вот, как раз во всех городах. Ну, опять, мы с вами мечтаем, мы с вами, конечно, в мечтах о Сингапуре, что называется, а пока на месте, как решить проблему. Кажется, мы видим чуть не каждый день совещание у Шургина с разносом, а горы растут. На месте проблему надо вот именно решать с низов, я так считаю. Вот, а потом, я думаю, если будут новые технологии, то сортировка мусора вообще не понадобится. Вот, а сейчас, допустим, эти же вот контейнеры мы у нас устанавливаем, да, для различного вида мусора, а свозится все равно в одно место, и сортировочного завода у нас нет, переработки нет, поэтому смысла на это тратить деньги сейчас я не вижу. Федор Сураев, его особое мнение слышали, мы сейчас успеем еще одну тему обсудить. С бизнесом активно обсуждается тема благоустройства, точнее, обсуждается участие или не участие бизнеса в этом самом благоустройстве. Игорь Васильев, губернатор области, он сказал, что следующее, нельзя сидеть и ждать, когда инопланетяне прилетят и сделают нам хорошо. Да и кто, да и как-то пока они не прилетают. И еще он говорит, я надеюсь, что все кировские предприятия, не только промышленные, но и торговые, наконец-то последуют многочисленным примерам, и тогда город преобразится на наших глазах, каждый несет свой пассивный вклад. Он призывает бизнес участвовать в благоустройстве. Что скажете? Я скажу, что... Как бизнесмен. Наверное, все-таки правильно, да, привлекать бизнес к этому вопросу. Вот мы, в свою очередь, рядом со своей территорией полностью благоустраиваем все за свой счет, все эти газоны, цветники. Вот. И я считаю, что все должны поступать точно так же. То есть, если у вас... А как-то широко, и насколько дальше вы можете шагнуть газоны и цветника? Готовы ли благоустроить тротуар, прилегающий к вашей зоне? Например? Тротуар, ну, в принципе, я думаю, это по силам. Парковку внешнюю для автомобилей сотрудников? Внешнюю парковку, это нужно уже согласовывать с администрацией, что вы дали разрешение на размещение парковки, потому что там довольно-таки... Ну, во-первых, это и движение должно быть определенным образом организовано. Ну, вот они запланировали, сказали, отдавайте вы парковке, вот этот карман... Или, например, остановку автобусную. Там же есть автобусная остановка у вас. Сделайте ее современной. Вот она столько стоит. Вложитесь. Я провоцирую сейчас вас. Вы не должны мне говорить, что я согласен прямо сейчас. Ну, прикиньте, например, обратятся. Пусть каждое предприятие... Вот у нас есть парковки стандартные, ребят. Вложитесь, пожалуйста, у своих предприятий, купите такую стандартную парковку. Остановку. Остановку, да. Остановку общественного транспорта. В принципе, я думаю, это возможно, если, допустим, остановка общественного транспорта будет, допустим, названа в честь предприятия, да, и на этой остановке будут размещаться какие-то рекламные материалы, там, продукции предприятия или что-нибудь типа того. Или, там, не знаю, какая-то небольшая розничная торговля, допустим, организованная, или, там, это же венгинговый автомат, если это в троне. Вот. Тогда, я думаю, в принципе, это заинтересует и бизнес, и город может заинтересовать. А остановка общественного транспорта, которая находится по улице Воровского рядом с вашим предприятием, как называется? Молочный комбинат называется. Так. Так, ну... Уже есть название. Уже есть название, да, менять не придется, поэтому нужно тут вопросы вот по рекламе тогда урегулировать. То есть вы готовы сесть за стол переговоров и совместно решить, чтобы вас услышали важно, да, ваши предложения. А так, например, остановки общественного транспорта вполне могли бы приглянуться предприятиям. Вы бы вложились в современные, красивые остановки. Спасибо. Будем смотреть, как все будет развиваться. Мы стремительно приближаемся к урбанистическому форуму, который пройдет 23-24 октября. Там будут все эти вопросы подниматься. Кстати, планируете ли вы принять в нем участие? Ну, приглашение не получал, поэтому... А я так понимаю, что и не будет никаких приглашений. Не будет никаких приглашений, да. Это открытый форум. А может и будет, я не знаю. Но вам интересно? Ну, интересно было бы послушать... Вот в таком круглом столе, где бы обсуждали вопрос участия в благоустройстве бизнеса, приняли бы участие? Если пригласили, конечно, принял. Я передам ваши слова, и мы, может быть, даже в новости это возьмем, чтобы власти это услышали, потому что, ну, тогда бы это решило на месте какие-то вопросы. Ну, а вообще, в принципе, вот вопросы благоустройства, это, наверное, все-таки к депутатам Городской думы больше относятся, потому что мы немножко другие задачи решаем. Но если конкретно будет этот вопрос обсуждаться о участии бизнеса, то я, конечно, принял бы участие. Спасибо, Федор Сураев. Его особое мнение мы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня.